Изабель Юппер О злые мои страданье, о горе, о муки, о жить зачем мне еще? О, великий кранит, и ты, Фемида-царица, о презрите боги на муки мои, сама я великой клятвой, проклятого мужа связала с собой, увы, вы дети, убудьте ж вы прокляты, о горе, о муки. О муки, и вы бессильные стоны, вы дети, убудьте ж вы прокляты, вы дети, убудьте ж вы прокляты, вместе с отцом, который родил вас, весь дом наш погибни. Увы мне, увы, ты смерть, развяжи мне жизнь и узлы, я ее ненавижу. О пусть небесный перун, о пусть небесный перун, нет, пронижит мне череп, о пусть небесный перун, о жить зачем мне еще? О пусть небесный перун пронижит мне череп, о жить зачем мне еще, увы мне, увы. Ты, смерть, развяжи мне жизнь и узлы. Я ее ненавижу. От них обиды, от них начало. И труп родим во брата между нами. Постыдно. Театр забирает у тебя все. Твое тело исчезает. И мозг тоже. Ты теряешь саму себя. Играя медею, ты покидаешь свое тело и душу. Погружаешься в такие сильные эмоции, из которых тебе уже не вырваться. Зачем влачишься ты к убийству снова, едва одно свершив? Да сделал что ж, Ясон, скажи мне прямо. Взял женщину, хозяйку, надо мной. Вначале это страх. Очень часто так бывает. И нужно как-то справиться со страхом. Как-то пережить его, не стать его жертвой. Иначе он все разрушит. Не стихнет без жертвы гнев ее, я знаю. Только пускай бы враг-то был, они свои. О, злые мои страдания. О, смерть, увы. О, злая смерть. О, горе. О, муки. О, муки и вы, бессильные стоны. В авиньоне, перед выходом на сцену, я проговаривала слова роли, или даже скорее выкрикивала их. Медеи – это прежде всего голос. Голос, исходящий из недр земли. Я находилась в маленькой комнате под сценой, как пантера в клетке. В состоянии дикой ярости. Авиньон, ярость. Логово льва. Авиньон, 12 июля 2000 года. Премьера Медеи. Авиньон, 12 июля 2000 года. Авиньон, 12 июля 2000 года. Внимание. Внимание. Сейчас 10 часов. И через 10 минут мы начинаем. Через 10 минут. Остается 5 минут. Я должна... убить... детей. И их не вырвет у нас никто. Сам Айесунов с корнем я вырву дом. А там пускай ермо изгнания, клей мой детоубийцы. Театр, ты каждый вечер обращаешься к своей памяти. И не только к тому, что происходило недавно, но и к тому, что ты извлекаешь из своего далекого прошлого. Медея. Это погружение в мир ощущений. В мир ярких вспышек. Очень ярких. Может вспомниться уголок сада, стены увитые цветами, запахи детства, ощущение полного счастья. И все это Медея готова принести в жертву. Жизнь начинается с игры. Но как детская игра становится осознанной игрой? Это трудно объяснить. Так не бывает, что просыпаешься однажды утром и говоришь, я хочу быть актрисой. Ты уже актриса, ты всегда ею была. Всегда, когда бежала вдоконку за утраченным временем, за детством, которое было временем игр, «Играть – это значит претаться, Очень важно говорить, как и быть в нашем Territus что в Медеяком запахи готов 있지 эта Şiraka Jاء. abouts Huhovar 1 «Играть – это значит претаться, находиться где-то в другом месте, защищаться от любопытных глаз. Появляться и исчезать. Поначалу я была чистой страницей. Я была бесформенной. Без каких-либо очертаний. Но в глубине души я знала, что что-то должно родиться. Когда Жан-Люк Годар предложил мне роль Изабель в фильме «Спасайся кто может», вот что он написал об этой роли. В начале Изабель кажется неясной. Но вскоре она пробуждается, оставляя этот полумрак, оставляя то, что не приносит ее удовлетворения. «Кружевница», режиссер Клод Гарета. «Самое время полакомиться мороженым». «Вы здесь в отпуске?» «Да». «Вы не ходите на пляж?» «Нет». «Вам там не нравится?» «В такой час он переполнен». «На пляже хорошо рано утром, когда он пустынный». «Вы впервые в Кабурге?» «Да». «Мои первые ощущения от самой себя – это то, что я бесформенное. у меня нет ни лица, ни очертаний. Я и в самом деле ничего из себя не представляла. Возможно, именно это и побуждает к актерству. Мысль о том, что ты никто». Но фильм и камера, вместо того, чтобы подтвердить это, наоборот, придает смысл твоему ничтожному бытию. Награждение в «Каннах» 1978 год. Премию за лучшую женскую роль получает Изабель Дюкпер за фильм «Виолетта Назьер», режиссера Клода Шаброля. «Спасибо большое, я так счастлива. Спасибо большое, жюри, и спасибо Клоду Шабролю. Бывают периоды меланхолии и время энергичных действий, глубинных перемен, подобных океанским течениям. Два состояния. Сначала неясное зарождение, а затем свет. Лозанна, апрель 2000 года, она берет стакан, ты подходишь, смотришь, как она пьет, а потом идешь туда. Снята. Великолепно. Мне не хватает сумки. У меня не получается. Жест выходит неловким. Я тебе объясню, почему. Ну и что? Этого не будет видно? И что, это случайно? Хорошо, и что тогда? Она просто неловкая. Она просто неловкая. Как? Она неловкая. Она знает о своей неловкости и пользуется этим. Спасибо за шоколад. Режиссер Клод Шаброль. Мотор! Этот фильм об отсутствии фокусировки. Он сосредоточен на отсутствии фокусировки. Догадки, неопределенность. Шаброль – это кино неопределенности. Искусство невидимого. Как показать невидимое? Приблизиться к правде? Кофе пусть принесут в гостиную. Как хочешь. А может быть, нужно было устроить кастинг на роль Флоранс? Ты могла бы сыграть все роли. Вовсе нет. Но я уверен, что с ролью Андре справилась бы. Кто хочет кофе? Жанна кофе? Я бы не прочь. Он хочет кофе. Кто еще хочет? Жанна? Побыстрее. Нет, спасибо. Кто хочет кофе? Жанна? Кофе? Снято. Я считаю, его не познаваемым. Загадочным. И эти искрящиеся глаза. Но он говорит, что в нем нечего понимать. Как ни странно, но о себе я думаю то же самое. Иногда мне кажется, что я всего лишь доказательство того, что во мне ничего нет. Снято. Отлично. Оставляем последние две. Ты довольна, Мими? Когда я посмотрел кружевницу, то понял, что она заслуживала приза в Каннах в том году. Но она его не получила. И я сказал, что ненавижу Канны и видеть их не хочу. Но в следующем году мы поедем туда, и ты получишь приз. Канны. Мои 2000 года. Добрый день. Я очень люблю Канны. Я очень люблю Канны. Чудный мир. Чудный мир. Чудный мир. Как я завидую вам, если бы вы знали. Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное и незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. Другим же, как, например, вам. Вы один из миллиона. Вы была на долю жизни светлая, интересная, полное значение. Вы счастливы? И позже кто-то отвечает. Мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение. Все это обман. Меня обманывают, как больного. Успех? Я никогда не любил себя. Где край Солья между судьбой и свободой? Боюсь, что так не получится, поскольку я не знаю, что такое Солья. Солья – это там, где заканчивается судьба и начинается свобода. Вы просите меня прочитать лекцию по философии? Да еще по-итальянски. У меня не получится. Попробуйте. Две минуты. Подождите, я… Моя судьба – объяснять судьбу, свободу по-итальянски. Это судьба актрисы. Сентиментальные судьбы. Режиссер Оливье Саец. Я знаю, что Жан любит меня, даже в разыке. Селестин! Чернила! Чернила, Селестин! Я просила тебя купить чернила. Я схожу за ними сегодня. Не сегодня, а сейчас же. Ты глупа, моя девочка. Ты инертна. Бедное дитя. Этот дом – ад. Ты еще маленькая, чтобы понять это. Но скоро ты все поймешь. Селестин! Селестин! Никогда никого не дозовешься. ГУТС-КОРА Не, как ты уже не шутер. ГУТС-КОРА Я опять... Что ты будешь делать? Какое время? Нет! Ну, что фигурует! its brill. Тылайн. Какое машин-какр? Я не слышала, как вы постучали. Пожалуйста, уходите. Дочери короля. Режиссер Патрисия Мазюи. Люси очень плохо. Я знаю, вы по-своему любите ее. Позвольте мне увезти ее, чтобы развратить, чтобы спасти. Против ее воли, ради ее блага. Как вы можете решать это за нее? Вы день за днем решаете за нас, что правильно, а что нет. Как вам заблагорассудится, но это дело Господа. Вы сделали нас своей собственностью. Лишь и проздорованные Господом свободы. Убирайся! Убирайся! Каждый новый фильм – это для вас путешествие. В том смысле, что... Все зависит от того, куда вы едете. В Париж или Вен? Вы покидаете свой дом. В прямом смысле? Или это образное выражение? Вы уезжаете на три месяца? Нет. В театре, да. Я считаю, это намного труднее. Но в кино нет. В кино я... Кино позволяет жить двойной жизнью. В театре труднее. Кино похоже на дом. Я как будто живу то в гостиной, то в спальне, или в холле. Кино позволяет свободно перемещаться из комнаты в комнату. Еще раз. Вен, октябрь 2000 года. Здесь они останавливаются и начинают снова. Я не знал, а значит так? Роль в пианистке – это не просто роль. Я должна обязательно играть по этим нотам? Могу я взять свои? Возьми свои. И какая разница? Нет, здесь есть аппликатура. На съемочной площадке Михаэль Ханеке говорил, я хочу, чтобы зрителям было неловко смотреть на это. А на экране была я. И делала все, что он хотел. Ты делаешь мне больно! Прекрати! Прекрати! Сука! Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты не понимаешь, что ты делаешь? Это ужасно. Как-то вот так. Это то, о чем ты говорила в прошлый раз. Прекрати! 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 Ты делаешь мне больно! Прекрати! Прекрати! У актеров постоянно спрашивают. И все настойчивее и настойчивее. Сердце сокровенно. Как к нему подойти? Как воплотить жизнь? Актер хорошо знает, как далеко он может или хочет зайти, несмотря на страх. Несмотря на свою гордость. КОНЕЦ Жизнь и желание изнуряет. В этом смысле киноудачное решение. Можно быть самим собой или кем-то другим. Находиться здесь или там. Можно бродить. Появляться, исчезать. Задавать вопросы. Те вопросы, которые именно меня волнуют. Можно сыграть положительного человека и показать, что он не очень-то и хорош. Или, играя сильного героя, показать его слабо. А потом сыграть эту же роль в театре. Кино — это целый континент. Всегда знакомый и незнакомый. Запись с Жанлу Эмиратом. Декабрь 2000 года. Мы записываем. Вот отсюда. Это получилось уже более непринужденно. Да, это было великолепно. Не знаю, что сказать. Давай запишем еще одно. Мы можем это прослушать? Просто прослушать. Если это надо переделать. Я уверен, что здесь, в студии, ты не меняешься. Я? Нет. Камера успокаивает тебя. Конечно. Это ведь работа. Мы снимаем уже почти год. Вы участвуете и в одном фильме, и в другом, а еще работа в театре. Что потрясает меня, так это ваша невероятная энергия. Кажется, что вы неутомимы. Вас можно сравнить со спортсменом. Со стайером. Вы никогда не останавливаетесь. Вам нравится испытывать себя. Изабель – это спортивная метафора. Надеюсь, что это еще не все. Питер Линдберг. Я мечтала о фотосессии. И я верю, что она не последняя. Будут еще. Актриса провоцирует. И это как спорт, правда? Ты должна действовать. Но это включает и какую-то отстраненность. Чувственность. Пассивность. Питер Линдберг. Буба был поэтом. Эдуард Буба. Лартир – путешественник. Перевоплощение с пранком Ховартом. Были и другие. Булейронис, Шарбонье, Жан-Лусьев, Куделька, Корбо, Анри-Картье Брессон, Марк Рибу. Истинное блаженство. Будут и другие, я надеюсь. Буквы датчик. Буквы датчик. Буквы датчик. Буквы датчик. Мотор. Жанна, пожалуйста, подавей шаркуе, пока оно не остыло. Снято. Нет, мне это не нравится. Ешьте, пока не остыло. Передайте это Изабель. Жанна, ешь, пожалуйста, пока не остыло. Порой наше воображение зажигает какие-то детали. Какая-то фраза, костюм, цвет волос или... Никто не знает, что может вдохновить. Часто это... какая-нибудь мелкая деталь. Не знаю, думаю, здесь нужно добавить джемпер. Потому что в продолжении всей этой сцены она в платье без рукавов. Возможно, мне холодно. Потому, может быть, здесь... Мне хочется надеть джемпер, который всегда под рукой на кухне. Она может его надеть, когда моет посуду. Она может уронить его, когда хочет надеть. Ты можешь быть в джемпере, а потом снять. На кухне ты в джемпере. Детей нет дома, на тебе джемпер. Тебе тепло. Я имею в виду... Дело в том... Мотор... Кино — это контрабанда. Здесь вы все получаете украдкой. И при этом все ваши чувства... Движения души... Выставлены на показ. Вы выкладываете все это на стол... И начинается обмен... При всех. Я отдаю это, а ты даешь мне взамен то. Ты продаешь за столько-то, и я беру. Кино — это обмен воображаемым. И здесь нет места альтруизму. Зло я обращаю в добро. Спасибо за шоколад. Режиссер Клод Шаброль. Чем больше вам не зла, тем больше добра я делаю. Я отдаю и отдаю, и никогда не могу ничего попросить. Я даже жизни не прошу. Она была дана тебе свыше, как и всем нам. И ты не можешь от нее отказаться. Я не понимаю. Я никогда тебя не понимала. Я весь знаю, что я ничто. Ничто. Все так же? Да, так, как и было. Но только тогда, когда вы входите. Интересно снимать фильм, не зная, что подставлено на карту. Я любила побыть одной. Перезапись пианистки — февраль 2001-го. Как у меня получилось? Скоро мы это узнаем. Смотреть на свою игру — это всегда полезненно. Мне нравится, что я здесь много плачу. Да, слез здесь достаточно. Перестань, пожалуйста. Когда ты получаешь удар, то падаешь. Но здесь это намного сильнее. Это идет из самого нутра. Так что не надо. Холодность. Это надо играть холодно. Холодность Ханеке. Кто бы говорил. И остановка. И остановка. Слишком быстро. Звук правильный, но рисунка нет. И остановка. А ты не можешь это подчеркнуть. И остановка. Понимаешь? Так нельзя. И остановка. И остановка. Садись. Над этим надо поработать. Я все это уже ненавижу. И остановка. Музыка — это непросто. Здесь не все так беззаботно и сентиментально. Остановка. Ну вот. Так что там? Пиониссимо. И диминуэнто. И мецо-форте. Форте. Фортиссимо. Сфорцатиссимо. Шуберт — это и крики, и шепот. Но это не громко и тихо. Мы кое-что забыли. Да, сфорцатиссимо. 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 Фортиссимо. Сфорцатиссимо. Тулуза, 24 февраля 2000 года. Последнее представление Медеи. Играть — это удовольствие. Огромное удовольствие. Но немного и боль. Ты переходишь от одного разглядывающего взгляда к другому, чтобы увидеть себя. И ты становишься играющей машиной. И мне это подходит. Мне это нравится. Я играю. Мне говорят «мотор». Как будто проваливаюсь в сон. Но потом, когда все заканчивается, я просыпаюсь и стараюсь понять. Но все так сложно. Слишком запутанно. Слишком много шуба. Слишком много жизни. Кружевница. Режиссер Клод Гарета. А теперь четверть оборота налево. Три шага вперед. Вот так, стой. Теперь полуборота направо. Еще немного вперед. Три шага вперед. Ты боишься? Давай. Стой. А теперь маленький шажок вперед. Не подсматривай. Давай, один шажок. Стой. Вот теперь можешь открыть глаза. Потрясающе. Тебе страшно? Я думаю, что актеры продвигаются вперед вслепую. Актеры, они как слепые. Они как в кружевнице. Доверчиво приближаются к самому краю. Вот что такое актерство. Театр Одион, Париж. Январь 2001 года. Театр Одион, Париж. Ты не брала мед? Твой мед у тебя в гримурке. Я не могу его найти. Да. Театр Одион. Театр Одион. Театр Одион. Театр Одион. Здравствуйте, Майкран. Привет. Здравствуй, дорогая. Как прошел выходной? Хорошо, но очень быстро. Черт, да где же? Все в порядке? Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 До начала спектакля остается пять минут Увы мне! Увы! Ты, смерть, развяжи мне жизни узлы! Я ее ненавижу! Безумные уста! Вы! Зачем желание холодного ложа? Смерть и шаги разве замедлят? Надо ли молить ее? Если твой муж пожелал нового ложа? Кранит правде твоей поможет Только не надо сердца, жена Сердце в слезах не надо топить по мужу неверному Великий Кранит и ты, Фемида-царица! О, презрите боги на муки мои! Сама я великой клятвой Проклятого мужа связала с собой, увы! О, если б теперь Его и с невестой увидеть! Два трупа В обломках чертога Проклятого мужа связала с собой, фемида-царица! Проклятого мужа связала с собой, фемида-царица! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Режиссер – Сэр Штубиана. Оператор – Оливье Рафе. Звук – Пьер Донатьё. Монтаж – Анн Беттенфельд. В фильме использована музыка Франца Шуберта, Колина Таунза, Арманду Трувайёле. На русский язык фильм озвучен в 2011 году. Перевод подготовлен к Йоле при участии киномана 88. В фильме использован отрывок из трагедии Еврипида Медея в переводе Иннокентия Аненского. Текст читал Виталий Герон. Конец фильма. КОНЕЦ